В далеком 1972-м старшеклассники впервые заступили на пост памяти. Военно-патриотическая традиция живет и сегодня. Вахту памяти продолжают нести в ноги и правнуки тех, кто первыми заступили на пост. Каждый год через пост номер один проходит порядка полутора тысяч старшеклассников учреждения образования Бреста. В этом учебном году традиционно принимали участие 45 мемориальных отрядов школ, гимназии и лицеев. Это своеобразная школа социальной значимости, организованности, адаптации в обществе. Главный принцип формирования мемориальных отрядов – это принцип добровольности, преемственности поколений. Потому что первые юноармейцы, которые заступали в 1972 году, они уже бабушки и дедушки. Сейчас уже внуки и внучки заступают, продолжая традиции своих старших товарищей. Практически каждое учреждение общего среднего образования города Бреста плюс учреждение профессионально-технического среднего специального образования, в том числе и частной формы собственности. Каждый год в сентябре овальный зал Брестского грузполкома наполняется юноармейцами. На церемонии, посвященной подведению итогов внесения городской вахты памяти и мемориальными отрядами учреждения образования Бреста, лучшим почетным караулом были вручены награды. На пьедестале победители учащиеся городского лицея номер один имени Пушкина. Для каждого, кто научился правильно маршировать и в стужу, и в зною, в выходные и в праздничные дни, стоять у вечного огня, несение вахты – огромная честь. Мой отец полковник, поэтому я, скажем так, имела какое-то отношение к армии, мне это очень нравилось, и я решила записаться в школе в почетный караул. Так я туда попала. Для меня мемориальный отряд – это своеобразная школа мужества и патриотизма, которая учит быть патриотом своей Родины, собранным, дисциплинированным, а также учтить память Великой Победы и тех героев, которые положили свою жизнь в Брестской крепости за свободу и независимость нашей Родины. Я заступал всего три раза. Это с девятого класса, сейчас я в одиннадцатом. То есть первый раз часовой, и вот сейчас уже будет второй раз, и у меня буду начальником. Самый запоминающийся момент – это когда ты стоишь возле вечного огня. Это непередаваемое ощущение. Юно-армейскому движению в Бресте 46 лет. Сегодня вахту памяти несет третье поколение учащихся. В первую очередь она знаменует дань памяти от учреждения образования Брещины защитникам Отечества. Специфика мемориального комплекса, который находится в Брестской крепости, где использованы руины Брестской крепости при построении мемориала, они, конечно, накладывают на детей отпечаток, где не соприкасаются с историей, где каждый метр дышит этой историей, и ребята непроизвольно становятся серьезнее, организованнее. Ну и плюс, конечно же, форма военная юно-армейца, определенные ритуалы, должностные обязанности. Это, конечно, накладывает отпечаток. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.